Привет, меня зовут Павел Парамонов. Сегодня ты узнаешь об условном предложении. Поэтому в этом коротком видео опять же будем говорить с тобой об условном предложении. В предыдущем видео мы уже делали запись о... Ты уже знаешь об условных предложениях. Но в этом видео мы с тобой будем использовать IF. Вот я даже здесь записал IF в первой части предложения. Во второй части, то есть если мы в том видео делали, что просто IF, как бы в настоящем, то тут во второй части ты будешь использовать WILL. То есть смотри, условное предложение это то предложение, в котором есть какое-то условие. То есть если будет дождь, я одену куртку. Если будет хорошо, я поеду домой. Ну какие-то такие вот условия. И как мы с тобой должны делать это в английском? У тебя идет на первом месте IF. Вот это и сделаю тебе пример. Видишь? IF I speak English. IF I speak English. Это первое предложение. И ты его переводишь как для будущего времени. Понимаешь? То есть если я заговорю по-английски, если я буду говорить по-английски, то есть если я заговорю по-английски, I will... Вот здесь ты уже ставишь WILL. То есть в первой части у тебя идет просто IF. Во второй части ты будешь ставить WILL. То есть if I speak English, I will fly to London. То есть тут все просто. Поэтому опять сделаю еще одно предложение. Опять же IF. IF my friends buy a car. IF my friends buy a car. IF, видишь? IF my friends buy a car. То есть тут, конечно, мы привыкли уже, что будущее время это всегда WILL. Но здесь идет такое вот, ну, правило, что это условное предложение. Значит, в первой части мы берем IF, а во второй части только берем WILL. То есть хочешь что-то сделать, какое-то условие. То есть чтобы совершить какое-то действие, там есть какое-то условие. Поэтому чтобы это сделать, тебе нужно поставить IF, а потом WILL. Поэтому здесь, в принципе, все логично, здесь все понятно. Поэтому если тебе понравилось это видео, и тебе здесь все понятно, ставь лайк. Также под этим видео, в комментариях, приведи свой пример. Приведи свой пример с этой темой, чтобы ты закрепил эту тему, чтобы у тебя эта тема осталась не просто, что ты посмотрел это видео, забыл и все. А, нет, чтобы эта тема у тебя осталась, и ты в дальнейшем мог это видео применять и использовать. Поэтому до встречи.